Приветствую вас на канале Кверти! Меня зовут Владимир и это выпуск самых интересных новостей науки прошедшей недели. В этом ролике инструкции по изготовлению оспы, первые клоны обезьян, пища из насекомых, левитирующие изображения от железного человека и многое другое. Все подробности будут, конечно же, по ссылкам в описании. Поехали! Китай, известный своими либеральными взглядами на клонирование и вообще на этическую сторону медицины, совершил серьезный прорыв. Впервые были клонированы обезьяны методом переноса ядра из соматической клетки. Конечно, точные копии обезьянных организмов получали и ранее, но способом, при котором на части делился и подсаживался в матку уже оплодотворенный эмбрион, на свет появлялись клоны, но это не были клоны единственного родительского организма. В нашем случае использовали лишенную ядра яйцеклетку и ядро соматической клетки зародыша яванской макаки, который и стал прообразом появившихся на свет клоненков клонят, что ли. Именно таким методом появилась на свет знаменитая овечка Долли. При таком методе двойной набор хромосом, необходимый для развития организма, берется из ядра соматической клетки. Это может быть, например, клетка съедительной ткани, как в нашем случае. В эксперименте было использовано 127 яйцеклеток, из которых получили 109 эмбрионов, из которых 79 были подсажены 21 суррогатной матери, из которых 6 забеременели, из которых 2 родили детей. Детишек назвали Джун-Джун и Хуа-Хуа, и они генетически идентичны друг другу и макаке-донору. Интересно, что до недавнего времени этот способ работал с мышами, со свиньями, с коровами, но только не с приматами, на радость церкви. И в Ватикане эксперименты по клонированию обезьян уже назвали посягательством на будущее человечества, ведь они так похожи на нас. Успеха удалось добиться, внеся в методику корректировки, связанные с введением в яйцеклетку дополнительной матричной РНК особого гена, специфичным способом переноса ядра и репрограммированием ДНК. Обезьяны физиологически и генетически гораздо ближе к нам, чем мыши и крысы, на которых так часто ставятся опыты, поэтому о перспективах такого достижения можно даже не рассказывать. Мы говорим вирус, подразумеваем болезнь. Поэтому новость о том, что ученые нашли целое новое семейство вирусов, к тому же с необычным строением, настораживает. В поисках вирусов с двухцепочечной ДНК исследователи из Массачусетского технологического института процеживали воду из Атлантического океана, в которой плавали морские бактерии. И, конечно же, все они подхватили вирус. Из двухсот вирусов, напавших на бактерии, бактериофагов, восемнадцать оказались неизвестными науке. Их отнесли к новому порядку. Название новой группы происходит от имени древнегреческого мастер-вора Автолика. Неуловимый был товарищ, как и наши новые знакомые. Обнаружить их стандартными способами до сих пор не удавалось, хотя, судя по всему, эти вирусы крайне многочисленны, и мы жили с ними бок о бок, ни о чем не догадываясь. У новых вирусов есть особенность. У них отсутствует хвост, с помощью которого бактериофаги обычно заражают своих жертв. То есть головка, содержащая генетический материал, присутствует, а хвоста просто нет. Да и геном у них крайне короткий, в 4-5 раз меньше, чем у их собратьев. Но самым интересным оказалось то, что в экспериментах новые вирусы, составляя всего лишь 10% от численности вирусов-участников, заразили 40% бактерий. И смертность от них была определенно повышенная. Ученые считают, что вирусы новой группы за счет своих выдающихся ассасинских свойств отлично регулируют популяции бактерий. Новая методика обнаружения, скорее всего, найдет такие вирусы не только в воде, но и в почве, и даже в человеческом кишечнике. Ведь из него уже выделили похожие последовательности ДНК. Точной картины эволюции человека все еще нет. То есть мы не знаем, сколько миллионов лет назад обезьяну дубасила по голове палкой не такая же обезьяна, а уже человек. Изменения в мозге предков людей постепенно накапливались как в структурном, так и в нейрохимическом плане. И лишь в конце этого переходного периода начался рост размеров мозга. Над нейрохимическими загадками бились ученые из Кентского государственного университета в США. Они анализировали ткани мозга шести видов приматов, включая человека, на предмет присутствия различных нейротрансмиттеров в полосатом теле. Это глубинная часть мозга, отвечающая за движение и участвующие в обучении. Оказалось, что у гоминид, а в нашем случае кроме человека это еще шимпанзе и гориллы, повышено содержание серотонина и дофамина. А если взять еще одну свежую работу, в которой указано, что люди выделяются среди приматов дофаминергической системой, то можно выдвинуть следующую гипотезу. Гипотезу нейрохимического происхождения гоминид. Предположительно, половой отбор, основываясь, как часто случается, на предпочтениях самок, способствовал тому, что у более лояльных, социальных и альтруистичных самцов появлялось больше детей. Заодно кооперация между самцами способствовала общему успеху. Вырисовывался этакий замкнутый круг. Чем больше у обезьян было развито социальное поведение кооперации, тем больше требовалось дофамина. А чем больше было дофамина и чем сильнее была дофаминергическая система, тем более усиливался кооперативный режим. Сколько было геологических эпох, столько на Земле существовало различных формаций континентов, каждый раз имевших разные очертания. Все из-за тектоники плит. Наверняка вам знакомы названия Родиния, Пангея, Гандвана. Все это древние суперконтиненты. Ученые подозревали, что между Австралией и Северной Америкой существовала определенная связь. Еще с 70-х годов считалось, что в суперматерике Родиния, сплотившем в едином лоскутном одеяле всю земную сушу около миллиарда лет назад, тогдашняя Австралия терлась бочком о тогдашнюю Северную Америку. В подтверждение этой гипотезы, ученые обнаружили на северо-востоке Австралии минералы циркона, которых там не должно быть. Их возраст порядка 1,7 миллиарда лет, а это значит, что они соответствуют цирконам канадского щита, который проходит через северо-восток Северной Америки и Гренландию. В это время существовал предшественник Родинии, суперконтинент Колумбия. Найденные в Австралии породы были частью дна мелководного моря, которое принадлежало Северной Америке. Ну а затем эта часть плиты откололась и присоединилась к австралийскому материку, а заодно и сформировала скромный горный хребет в районе Маунт Айзы. Это незначительное по историческим меркам событие лишний раз показывает, что поверхность нашей планеты нестабильна и напоминает поле для игры в пятнашке. Очевидно, что через миллионы лет карта Земли будет совершенно другой. После того, как США отменили мораторию на проведении генетической модификации вирусов, некоторые исследователи совсем разнуздались. Например, недавний вирусолог из Университета Альберты в Канаде опубликовал подробную инструкцию по созданию нового вируса Оспы. Вместе со своим помощником он заказал ДНК вируса лошадиной Оспы в интернете и вывел из него новую заразу, которая смогла поселиться в клетках человека и даже самовоспроизвелась в них. Самая настоящая синтетическая Оспа, в создании которой никто не верил. Научное сообщество в шоке. Многие открыто выступали против публикации статьи, потому что ответа на главный вопрос «Зачем?» они так и не получили. Как бы то ни было, на прошлой неделе научная статья увидела свет. Формально исследование было финансировано фармацевтической компанией Тоникс, которая вроде как собирается создать более безопасную вакцину против Оспы. Однако вакцины уже и так безопасны, и никакого смысла создавать новую не было. Некоторые ученые считают публикацию серьезной ошибкой. Сам вирусолог, создавший вакцину, заявляет, что он заинтересован в первую очередь в развитии технологий. Допускает, что где-то там возможно создание вируса против рака. Но он отнюдь не считает, что создание нового вируса делает мир менее безопасным. Добрые 2 миллиарда людей питаются насекомыми и не видят в этом ничего зазорного. Однако не все представители рода человеческого разделяют их мнение. Обычно европейцы и американцы, если только они не такие же отчаянные, как Бер Гриллс, считают поедание насекомых отвратительным и добавляют свое оправдание, что человеческий желудок не приспособлен к перевариванию хитина, из которого состоит экзоскелет насекомых. Раньше считалось, что у млекопитающих недостаточно ферментов для переваривания такой пищи, но новое исследование доказывает, что люди, подобно приматам, не имеют проблем с перевариванием насекомых. Ученые исследовали 34 вида лемуров и приматов, включая людей, и обнаружили у всех из них как минимум одну копию гена, отвечающего за расщепление хитина. У примитивных видов таких копий было больше, а у долгопята, ночного примата с островов Юго-Восточной Азии, таких копий оказалось больше всего целых 5. Результаты исследования показывают, что насекомые были частью рациона наших далеких предков. Однако в ходе эволюции приматы перешли с ночного на дневной образ жизни, стали крупнее, и насекомые исчезли из их меню. Зато появились листья и фрукты. Несмотря на это, обезьяны и лемуры до сих пор могут поедать насекомых, не зарабатывая себе гастрит. Относительно человека ученые расходятся во мнении. Однако авторы исследования полагают, что мы можем помочь себе переварить хитин с помощью кулинарной обработки. Ученые считают, что в условиях недостатка пищи и все увеличивающегося населения, насекомые могут стать прекрасной заменой традиционной для западной цивилизации пищи. А финны уже делают муку из сверчков. Есть много фантастических фильмов, в которых объемные изображения появляются перед наблюдателем и отображают либо абонента видеосвязи, либо управляющие элементы, либо подробную карту Пандоры. И ученым из университета Бригама Янга в США очень захотелось создать что-либо подобное. Лазерный дисплей, созданный ими, способен показывать 3D-изображения в воздухе. А главное, что к ним можно подойти с любой стороны, не боясь попасть на траекторию лучей света. Эта технология называется оптической ловушкой. Частичка целлюлозы захватывается почти невидимым буксировочным лучом, то есть ультрафиолетовым лазерным лучом, а затем перетаскивается в воздухе к каждой необходимой точке изображения. Как только она оказывается в нужном месте, ее подсвечивает цветной лазер видимого спектра, чтобы заставить ее светиться определенным цветом. Получается, что изображение как бы печатается в воздухе с огромной скоростью при помощи микрочастицы, которая посещает каждый необходимый пиксель. К сожалению, отработать получается пока только маленькие изображения, всего лишь в несколько миллиметров. А на большие уходит уж слишком много времени. Но их тоже реально печатать в воздухе, и это подтверждают фотографии с очень большой выдержкой. Впереди усовершенствование этого трехмерного проектора при помощи большего количества частичек. А по-хорошему им не хватает еще обратной связи, чтобы общаться с Джарвисом не только голосом, но и тактильно. Ну а на этом сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравился ролик, то ставьте лайк. И не забывайте подписаться на QWERTY и щелкнуть колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. До скорых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова